Мир вам, дорогая церковь! Хочется сразу передать вам огромнейший привет из Сакрамента, с Калифорнии, с теплой Калифорнии, неветренней Калифорнии, недождливой Калифорнии и от нашего Тихоокеанского объединения. Ну, это уже нюансы. А хочется сказать, что рады вновь быть с вами. Мы очень благодарны Богу за то, что мы могли потрудиться для вас эти два дня. Конечно, я вам сразу скажу, ваши братья и сестры трудились намного больше, чем мы. Мы так пришли, посмотрели, за вас порадовались, какое у вас здание хорошее, как у вас все крутится, вертится, организованное и так далее и тому подобное. Мы помолились за вас, послужили вашему пастырю, молодежи вашей, и за это, слава Богу, мы очень рады. Сегодня, сейчас Господь расположил сердце к тому, чтобы поделиться с вами словом. Откроем с вами Евангелие от Марка, 4 глава, с 1 по 9 стих. Евангелие от Марка, 4, 1, 9. Стоять. Опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле, у моря. И учил их притчами много, и в учении своем говорил им, «Слушайте, вот вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла и заглушила семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принес иное тридцать, иное шестьдесят, иное сто. И сказал им, кто имеет уши слышать, да слышит. Аминь. Притча о сеятеле – это вполне знакомая всем нам притча. Мы очень часто слышим ее из-за нашей кафедры, мы ее хорошо знаем. Три евангелиста – это Матфей, Марк и Лукай, передавая нам эту притчу, обращают внимание не только на слова Иисуса, про тех людей, которые не смогли по каким-то иным обстоятельствам принести плод для Царства Небесного. Но также и на тех людей, которые, оставаясь верными Божьему Слову, могли принести этот самый плод, которому и призывает нас Господь. В контексте Слова Божьего мы видим, что Христос через притчи начинает открывать людям тайны Царства Божьего. Притча о сеятеле является одной из пророческих притч. Христос показывает нам, как люди будут относиться к этой евангельской вести, как они ее будут принимать и будут ли принимать вообще. И указывает даже нам на причину этого самого неприятия. Христос обращает внимание слушателей через притчу, заставляя их задуматься и задавать вопросы. В Евангелии от Матфея 13 глава 10 стих написано, «Тогда ученики подошли и спросили Иисуса, почему ты говоришь с людьми притчами? Люди не понимают, что это за семя, про которого сеятеля ты нам говоришь, про какие плоды. Слова, которыми Христос обращался к людям, они были понятны. Ситуация, которая описывалась, она тоже была понятна людям. Большая часть населения занималась земледелием. Не в этом была проблема. Что было с ними не так? Чего им не хватало? Христос в следующих стихах этой же главы говорит Матфея 13, 11. Он им сказал в ответ, «Для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, того отнимется и тот, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат и не разумеют. Избывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, слухом услышите и не разумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули. Да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их. Ибо огрубело сердце этих людей. Христос говорит ученикам о том, что проблема находится внутри нас, в глубине нашего сердца, что проблема в принятии семени и сеятеля – это не проблема сеятеля и семя. Проблема не тут. Проблема в сердце, куда это семя попадает. Христос говорит про разные состояния почвы, но само слово, которое сеется, оно остается без изменений. Оно не подстраивается под какие-то жизненные обстоятельства, под культуру, под людей. Одной из самых сложных задач для всего человечества на сегодняшний день является работа над собственным сердцем. Это не единоразовый труд, после которого мы можем уже ничего не делать, отдохнуть, все, работа сделана. Это каждодневный труд, каждодневная работа над исправлением всех ошибок. Каждый день, обрабатывая эту почву, устраняя все лишнее, все то лишнее, которое может повлиять на наши взаимоотношения с Богом. От того, насколько мы открыты для принятия истины, в итоге зависит и то, насколько мы будем плодотворны для Царства Небесного. Что может случиться с вашим домом, с нашим домом, если мы регулярно не будем выносить оттуда мусор? Что может случиться с домом молитвы, если регулярно не убирать его территорию как inside, так и outside? Что может случиться с человеческим сердцем, когда слыша святую благую весть, мы настолько заняты, что не можем принять ее? Господь как раз и говорит об этой проблеме. Когда Иисус через притчу обращается к народу, Он говорит про разные состояния почвы, про семя, которые посеяны в них. И в первую очередь Он обращает наше внимание на то, что люди по собственной инициативе теряют это слово. Эта инициатива исходит не от Бога, эта инициатива исходит от людей. В Ангелии от Марка, 4 глава, 15 стих написано, «Посеянное при дороге означает те, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеяно в сердцах их». Иоанн Кронштадтский однажды сказал про это, «Как вор у неосторожных хозяев дома уносит слово Божие из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. У этих людей слово Божие скоро исчезает из памяти, оно забывается, как будто и вовсе не было услышано». Абсолютно всем людям дана возможность принять это спасительное слово. почему-то Христос указывает нам на то, что когда сеятель выходит сеять, он не выбирает почву, на которой сеять. Он не выбрал хорошую почву и сказал, «Зачем мне все остальное?» над добрыми и злыми солнце, над добрыми и злыми дождь, над праведными и неправедными. Слово распространяется для всех. Мы можем наблюдать ту картину, когда придя в собрание, когда придя в Дом Божий, мы мыслями где-то в другом месте с нашей семьей, с нашими друзьями, на работе, но не здесь, где-то там, далеко. Причины могут быть разные, но сегодня ты пришел послушать Бога и Его Слово. Очисти свой разум, будь готов к слушанию. Господь именно сегодня хочет проговорить именно к твоему сердцу. Возможно дать наставление, обличение, утешение, поговорить с тобой. Господь со своей стороны сделал все необходимое, чтобы до нас дошло это слово. Все остальное зависит от нас. Насколько мы были внимательны к тому, что было сказано сегодня, именно сейчас, именно в этот момент. Евангелие от Марка, 4 глава, 15 стих. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые когда услышат слово, тот час с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянные. Потом, когда настает скорбь или гонение за слово, тот час соблазняется. Продолжая изъяснять эту притчу для учеников, Иисус снова указывает нам на проблему, с которой мы можем столкнуться в нашей жизни, в нашей повседневной жизни. Это наше непостоянство. Это, возможно, то, что то слово, которое было посеяно, просто не нашло себе места в нашем сердце. Ему не хватило пространства там. Возможно, из-за каких-то обстоятельств, возможно, из-за каких-то наших принципов, которыми мы не смогли поступиться. И наши принципы, наши приоритеты часто отодвигают это посильное слово на задний план. Одной из многих отличительных чертой Иисуса Христа от фарисеев является то, что Он не просто указывает на проблему и говорит, вот у вас есть проблема. У вас есть эта проблема и все, теперь вам с ней жить, вы такие-сякие и ни на что уже не годные. Иисус Христос, указывая на проблему, указывает и решение этой проблемы. Он говорит, ребята, я знаю, что у вас есть проблемы с сердцем, я готов вам помочь. Вот проблема, вот решение, давайте работать вместе. Евангелие от Марка 4 глава 18-19 стих. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания входят в них, заглушают слово и оно бывает без плода. Заботы века сего. Наверное, одна из немаловажных проблем, с которым сталкивается буквально все христианство. Что в нашей жизни стоит на более приоритетном месте? Что мы обсуждаем, находясь внутри христианского общества? Как часто наши мысли и в итоге наши действия совпадают с волей Божьей? Один мудрый человек сказал, то, о чем мы думаем, тем мы и живем. То, чем мы живем, о том мы и думаем. Благодаря развитию интернета, социальных сетей, мы имеем прекрасную возможность получать информацию буквально со всего мира. Что, где, когда и в итоге дойдет ли это до нас? четыре основных вопроса, которые волнуют буквально весь мир. Стремление к тому, чтобы овладеть мыслями людей, переведя их взгляд на вещи, которые абсолютно далеки от Бога. Заставляя людей расшибаться, но сделать все, чтобы заполучить ту или иную вещь. И только потому, что она есть у кого-то другого. Я знаю многих людей с прекрасными талантами, многих организаторов, успешных бизнесменов, тех людей, которые буквально своим только одним появлением могут вдохновлять других людей на работу, на движение. И как мало я знаю таких людей, которые находятся в церкви, используя этот талант для развития церкви, для развития царства Божьего. Господь дарует талант каждому. Нету такого человека, который не может сказать, что сори, у меня не было никаких талантов, поэтому я не перенес никакого плода. Прости Господи, ты же сам мне его не дал. Нету такого человека. Никогда не будет. Все на своем месте. Мы должны думать о том, как заплатить наши билы. Мы должны думать о том, чтобы учиться, познавать какие-то науки истины. Все на своем месте. Мы должны думать о нашей семье. Правда. Но когда вот это желание, когда вот это стремление заработать превышает повеление Господа, в этом проблема. Именно про эту проблему говорит Иисус Христос. Он обращает на это наше внимание, чтобы есть церковь, есть семья, есть Господь. Вот это все для вас. Все остальное это временное. Относитесь к этому как временному. Не ложите свое сердце на это временное, ибо ваше сердце умрет с этим временным. Казалось бы, есть вещи, которые намного хуже выглядят в наших глазах, чем просто остаться без плода для Господа. Мы культурные не пьем, не курим, матом не ругаемся, все нормально. Вот реально хорошие люди. Образец для подражания. Господь говорит, правильно делайте, но этого недостаточно. Недостаточно оставаться просто такими хорошими. Господь говорит, теперь, поскольку вы такие хорошие, вы последователь Господа, ходите в церковь, ничего плохого не делаете. Но к этому надо добавить труд, которому призывает нас Господь. Просто быть хорошим для Господа «Итснат инав». В послании Якова 2 глава 18 стих написано «О, скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Также в Евангелии от Марка 4 глава 20 стих «А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают и приносят плод. Один в 30, другой в 60 и иной во 100 крат». У меня вопрос. Кому обращена притча о сеятеле? К неверующим, верующим, ко всем. Вопрос другой. «Кто вот я прочитаю 20 стих сейчас еще раз. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают и приносят плод один в 30, другой в 60, иной во 100 крат». Вопрос такой. На кого не распространяется 20 стих этой главы? Кто не попадает под критерию того, что он может не приносить плод для Царства Божьего? Громче, то я не слышу. Мы дошли до той степени, что мы хорошие уже. Все, мы искуплены святой кровью, приняли крещение, покаялись, приняли крещение, все, очищены, сидим чистые. Возможно ли такое, что в этом состоянии кто-то из нас попадает под критерию того, что Господь скажет, ну, именно тебя это не касается, всех остальных, кто находится в церкви, это касается. Есть такое? Ну, давайте скажем так, вот будет, мы проводили в субботу с молодежью общение в пятницу и, к примеру, была девочка одна, она не с нашей, не с вашей церкви, ей было 13 лет. Она пришла послушать про то, как угодить Богу. Вот представляете? Если ей 13 лет, может ли она быть освобождена от того, чтобы не трудиться для Господа? Если сестре или брату за 60-70 лет, он может уже сказать, все, я на пенсии, ну, духовной пенсии, так скажем. То есть, такого у нас нет понимания. То есть, мы понимаем, что для нас не будет оправдания, когда мы находимся уже с Господом, когда мы слышим Его истину, когда мы читаем Библию, когда мы живем им оставаться бесплодным, духовным. неудобно. То есть, мы это осознаем правильно? Очень Слово Божие говорит нам о том, что каждый, кто принял Его Слово и уверовал, должен принести плод, который ожидает от нас Господь. И Библия открыто об этом говорит. Господь не просто так говорит в своей притче о проблеме, с которой люди будут сталкиваться, с которой мы будем сталкиваться. Он буквально показывает нам карту минных полей. Сыны мои, дочки мои, не наступайте туда, туда не хотите, то не делайте, тем путем идите. Он обращает на это огромное внимание. Иисус Христос буквально говорит народу слушайте внимательно, запоминайте тщательно, принимайте к сердцу, исполняйте в жизни. В послании к римлянам 2 глава 13 стих написано Бог признает праведными не тех, кто слушает закон, а тех, кто его исполняет. Читая эту притчу, Осетили, перед каждым из нас стоит одна цель. Это полное принятие и исполнение Слова Божьего в нашей жизни. Сделать от нас все возможное, чтобы это Слово Божье имело всю возможность спустить свои корни в нашем сердце и укрепиться там. Не засорять это сердце всем ненужным, всем тем, что отдалит нас от Господа. Вопрос. Как мы к этому относимся? Для того, чтобы мы могли иметь плоды, которым призывает нас Господь, нам необходимо преобразить свою жизнь в образ Христов. По примеру призвавшего нас, Слово Божье призывает нас отвергнуть себя, бодрствовать и молиться, любить врагов своих, любить грешников, но не любить грех, которые они делают. Полностью подчинить себя воле Отца Небесного, не ища своего, но пользы другого. И все это делать во славу Господа. Марк, 4 глава, 9 стих. И сказал им, кто имеет уши слышать, да слышит. Господь призывает нас обратить внимание на самих себя, на свое сердце, на правильном ли пути стою, правильными ли мыслями мы движимы, и к чему приводят эти мысли. Аминь. КОНЕЦ